В Люберецком дворце культуры прошел заключительный день ежегодного фестиваля детской книги. Авторам конкурсных работ, посвященных произведениям Эдуарда Успенского, вручили дипломы и памятные подарки. В этом году к литературному марафону присоединились более ста школьников со всего городского округа. Дядя Федор, кот Матроскин, крокодил Гена и чебурашка. На большинстве рисунков, представленных на конкурсе, можно увидеть именно этих знаменитых и всеми любимых персонажей Успенского. А некоторые ребята предпочли изобразить самого автора. Светлана Семина, например, за портрет детского писателя получила второе место. Тем самым пополнила копилку своих наград. Первый раз я заняла грамоту за участие. Второй раз я заняла второе место в всероссийском конкурсе в Волгограде. А сейчас я опять заняла второе место. Неделя детской книги проходит в Люберцах уже в пятый раз. С каждым годом количество участников фестиваля увеличивается. На этот раз своей работой представили 114 школьников из 22 общеобразовательных учреждений округа. И абсолютно каждого из них не оставили без внимания. У нас 34 победителя. В разных мы взяли несколько номинаций. Потому что ребенок есть ребенок. Он работает, он хочет понять, достойный он или не достойный. Но у нас каждый ребенок, который принял участие в этом конкурсе, получает диплом в любом случае. Чтобы у него был стимул в дальнейшем работать. Кроме награждений участников, в этот день на сцене Дворца культуры прошел праздничный концерт. Его устроили ребята из музыкальных школ городского округа. Организаторы тем временем уже определились с темой следующего фестиваля. Ею станут произведения известного русского писателя Павла Бажова. Луиза Игазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова